Доброе утро! Я вчера давал книжки, вот еще две из той же серии, тоже можете посмотреть, оставшиеся, да, и сегодня мы в течение всего дня, в течение всего дня, мы будем говорить больше по проблемам геополитическим, да, то есть вчера были сделаны такие вводные замечания по состоянию современной экономики, по тому, насколько она глобализирована, куда идут направления развития экономического. Сегодня, конечно, мы поговорим о том, каким образом экономические факторы проявляются на политическом уровне, что представляет собой современная мировая политика, в каком направлении происходят ее изменения, и, соответственно, может быть, ближе к концу поговорим тоже о, ну, или постоянно будет говорить о совместе России в современной геополитической системе, и уже заканчивая сегодняшние несколько лекций, мы поговорим о более подробном о российской позиции. Когда обычно говорится о геополитике, говорится о государстве, о его возникновении, его роли, о возможностях, его значения в современном мире. На протяжении многих тысяч лет политика и внешняя политика была прерогативой государств, и, соответственно, важнейшими элементами, которые определяли геополитические в Европе, были, безусловно, ресурсы, военная сила и другие возможности государства воздействовать друг на друга и, когда диктовать свою волю своим соседям, сопредельным государству, партнерам и так далее. Военная сила, и когда мы говорим о геополитике, мы постоянно до определенного периода с ней все время сталкиваемся, военная сила на протяжении многих тысяч лет была главным геополитическим фактором. Соответственно, когда мы говорим о современной ситуации, то в первую очередь необходимо, на мой взгляд, обладать вниманием на то, как изменяется значение основных геополитических факторов прошлого в современном мире. И это в первую очередь значение военной силы и значение основных фундаментальных ресурсов. Дело в том, что если мы посмотрим на исторический процесс, то на протяжении долгого периода времени военная сила была основным фактором политического взаимодействия. Практически всегда, начиная с Древнего мира и вплоть до середины XX века, все ведущие государства решали основные возникающие проблемы, возникающие между ними проблемы военным путем, возникали конфликты, возникали войны, государства прообращались друг другом, возникали, исчезали, переформатировались, и это происходило постоянно и фактически непрерывно. В этом отношении фундаментальным отличием, конечно, современного мира от древнего мира, средневекового или даже периодного времени является то, что государство на сегодняшний день фактически не становится жертвами других государств. И если мы посмотрим на период послевоенной истории, то мы увидим, что какие-то государства, которые существовали на карте мира, фактически от этих не исчезли. Я имею в виду не, допустим, распад Советского Союза, Югославии, Черцевлаки. Я просто хочу сказать о том, что, по сути, ни одно государство, которое существовало на карте мира в последние даже сто лет, так можно сказать, без большого преувеличения, не было пропущено, уничтожено, превращено в колонию и исчезли с карты мира. То есть в этом отношении современная мирная политика отличается от предыдущей, по крайней мере, тем, что скорее идет увеличение числа государственного сокращения, и в этом отношении было бы неправильно говорить или опасаться того, что какие-то страны исчезнут, какие-то подпадут под такое влияние других государств, что фактически утратят независимость, тогда это управляет прочее. То есть речь идет о том, что в современном мире, фактически я вот сейчас хочу прийти к этой теме как основной, на ближайшую лекцию, в современном мире государству угрожает политически, я имею в виду политически, государству угрожает очень мало что. И перспектива лишиться государственности, которая была вполне актуальна некоторое время там назад, сегодня почти что уходит в прошлое. И в связи с этим, конечно, в первую очередь хочется поговорить о военной силе как геополитическом ресурсе и ее значении. Значит, если мы обратимся к истории, мы увидим, что на протяжении, я уже сказал, многих сотен лет, фактически постоянно, не только в мире в целом, но даже в ее центральном регионе, который долго верил в европейский регион, шли непрекращающиеся военные конфликты. Конфигурация государств постоянно менялась, военная сила и масштабы армии и вооружений всегда оставались одним из важнейших элементов обеспечения государственности. фактически, если посмотреть на бюджеты большинства европейских государств там 17-16-17 веков, то мы увидим, что расходы на содержание армии, на содержание войска, на решение военных проблем достигали порядка 60-70% всех бюджетных расходов основных европейских государств. И тем самым, фактически, армия являлась одним из важнейших институтов, если не сказать важнейшим институтом государства. Международное право тогда фактически отсутствовало, и, по сути дела, вся армиевая политика представляла собой достаточно нестабильный баланс сил, который, естественно, постоянно нарушался, возникали разные конфликты, которые оборачивались войны. Масштаб тогдашней военной силы и масштаб ее использования, и результаты, на самом деле, при ближайшем рассмотрении, оказываются гораздо эффективнее, чем сегодня. И тот факт, что европейские державы на протяжении нескольких сот лет могли управлять значительной частью населения мира через их луниальные империи, показывало, что управляемость вот этой в рамках той старой модели мира, основанной на военной силе, была в значительной части случаев гораздо более мощной и гораздо более эффективной, чем сегодня. Вот самый простой пример, который в этом отношении хочется привести, это пример британских колониальных армий, ну, допустим, в конце 19 века. Как вы думаете, какое количество солдат было расхватировано за пределами Великобритании в 1880 году? Вот, смотрите, эта Великобритания была в тот момент одной из крупнейших мировых империй, она управляла территориями, превосходившими впоследствии территорию Советского Союза. На этих территориях жило порядка четверти мирового населения. Соответственно, вот еще раз вопрос, какое количество солдат и военных персонал Великобритании держало за пределами своего острова в 1880 году. Порядок цифр. Какие варианты есть? Больше половины. Нет, половины, неважно, сколько в численности. Два миллиона. Еще есть варианты? В период наибольшего расширения Британской империи за пределами территории Великобритании было расхватировано 226 тысяч человек. Это была самая большая военная сила Великобритании, находившаяся за пределами Европейского континента. Соответственно, в то же самое время в Европе, когда, допустим, шла первая война, то британские военные силы в Европе, конечно, существенно повышали полтора миллиона человек. Но это было в Европе. То есть, как весь остальной мир управлялся достаточно эффективно с очень небольшой военной силой. Найон Ферклус, он один из самых оригинальных современных историков, описывает, и в частности, историка Британской империи, описывает очень интересную историю, когда в 1870 году Великобритания вступила военная конфликция Филопии. Проверка заключалась в том, что эфиопское правительство под каким-то надуманным предлогом арестовало несколько британских граждан, в это время находившихся в стране. Британия потребовала отпустить этих людей, соответственно, условия выплыли не было. Великобритания била в Эфиопии тогда еще независимую государству войну. Через приблизительно полгода в Эфиопии выставился британский экспедиционный корпус, начало наступление на столицу, случилось два сражения, столица была захвачена, в ходе боев и в ходе штурма столицы погибло повезительно 11 тысяч эфиопских солдат и мирных граждан. Сколько погибло в этой кампании англичан? Четверо. Почему? Потому что вооружения были разные, но Эфиопия была, это все-таки было не африканское племя, это было государство с долгой историей государства, встреча о том, что на территории Эфиопии вторглась вторая индийская армия под руководством британских офицеров, которая у вас практически полностью комплектовала индусами, которые тогда в этой были британские колонии, не только управлялась британскими офицерами и консультантами, которые четыре человека и погибло. Но это не значит, что в этих сражениях не погибло большое количество солдат этого оккупационного корпуса. То есть я привел пример для того, чтобы рассказать об одной очень понятной истине, что всего 100 лет назад, или 150 лет назад, с одной стороны, военная сила имела возможность, реальную возможность обеспечить доминирование определенного государства торговли на частями мира и Великобритания, или Франция со своими колониями показывала очень эффективное военное доминирование над отдаленными регионами. С другой стороны, что это было время, когда фактически западный мир мог весьма эффективно командовать и управлять не западными территориями, и не только самими территориями, но и создавать армии в этих регионах, которые фактически пополняли армии и метрополии. То же самое происходило и в Первую войну, даже во Вторую мировую войну, когда даже в Европе воевали и индийские батальоны, которые, англичане, ербовали в Индии, выходцы из других государств, участников, ну, как бы, колоний и Домиона Великобритании и так далее. Прошло всего 100 лет, и мы увидели сегодня и видим сегодня совершенно другую ситуацию. В максимальном военном присутствии в Ираке находилось 282 тысячи американских военных. И при этом Ирак не был спокойной территорией. Говорить о том, что он был абсолютно управляем, не приходится. И через несколько лет американцы фактически вынуждены были вывезти свои войска из Ирака. А даже тогда, когда они там стояли, они упорно делали вид, что они не осуществляли законные администрирования, а являются армиями, которые приглашены фактически и там обеспечивают спокойствие законного правительства Ирака и фактически действуют по указанию властей и страны. Параллельно, на протяжении второй половины 20 века мы видели несколько примеров того, как военные силы оказываются абсолютно несостоятельны с точки зрения решения тех или иных проблем. Мы видели многолетнюю колониарную войну Франции и Индокитая, которая была проиграна. Мы видели аферу военно-седневного штатов Америки и Вьетнаме, которая была проиграна. Мы видели неудачное советское вторжение в Афганистан, которое было проиграно. И мы видели американское присутствие в Ираке и Афганистане, которые тоже не привели к серьезной управляемости в этих территориях. По сути дела, в современном мире возникает ситуация, когда самые мощные, самые серьезные государства способны поддерживать определенную военную парикет между собой, обеспечивать определенную военную угрозу другим странам. Но сегодня, и это можно утверждать совершенно однозначно, сегодня военная сила, она может обеспечивать решение определенных географических проблем, но она не способна обеспечить эффективный контроль над теми иными территориями. Соответственно, вторым аспектом этого вопроса является вопрос ресурсов, который тоже всегда был важен геополитическим моментом. Дело в том, что на протяжении долгого времени войны, захваты территории, оккупации, так или иначе, рассматривались в качестве средства, в конечном итоге должно было быть возможность лечиться экономической мощи. И когда речь о том, что допустим Испания захватывала корониальные владения в Латинской Америке, следствием этого оказывалось огромное увеличение богатств Испании за счет вывезенного золота, когда англичане оккупировали, фактически подчиняя свое владычество Индия, США, ООН, огромных возможностей, которые предоставляли индийский рынок и английский повышен с одной стороны, и с другой стороны, следствием оказывалась возможность эксплуатации природных богатств соответствующих континентов. То есть всегда или фактически всегда военные походы, оккупации и контроль на территории предполагал возможность увеличения богатства нации завоевателей. Это было финальным этапом или финальной целью военного вторжения. Либо грабеж, либо эксплуатация ресурсов, либо получение даний, либо в какой-то другой форме увеличение своего экономического военных состояний. И вся геополитическая система предшествующих столетий базировалась на очень простом трейсе. На трейсе о том, что стоимость или издержки такого рода военного конфликта и возможности того, что мы получаем в результате, они соотносятся как меньше и больше. То есть в любом случае вторжение захвата и контроля территории позволяет получать от нее гораздо больше материальной блага, чем те потери, которые так или иначе связаны с необходимостью военной интервенции. До той поры, пока вот это неравенство оказывалось в пользу войны, мы имеем тот мир, который мы имели до, по крайней мере, до первой войны. Вот, собственно говоря, вся специфика сегодняшнего момента заключается в том, что вот это неравновесие предыдущих периодов относительно милитей. Дело в том, что уже в середине XX века стало все более и более понятно, что западный мир уже не требует той эксплуатации подчиненных стран, периферийных стран, какая имела место в XVIII-XIX столетиях. Дело в том, что фактически, когда мы после второй войны увидели начало процесс деколонизации, то весьма показательно, что этот процесс начался не с очень мощных восстаний и гражданских войн африканских государств, типа Кон, Грангулы и ряд других, а начался этот демонтаж фактически с британской Индии и с ряд других британских колоний, которые продемонстрировали очень простую вещь. В конце второй войны Великобритания, экономически ослабленная после второй войны, она просто, банально не могла себе позволить с точки зрения хозяйственной поддержать свое присутствие в большинстве своих колоний, при том, что экономический вывод этих колоний была уже совершенно неочевидной. И предоставление независимости Индии и Пакистану в 1947 году и последующий потом демонтаж Британских империй показал это очень хорошо, после чего те страны, которые продолжали придерживаться такой традиционного подхода, традиционного нехронионического подхода, они уже столкнулись с серьезным недовольством населения покоенного территории, который в значительной части случаев перешел в реальные восстания против колониального владычества, как это было в Восточной Азии с французами, как это было впоследствии в Анголе с португальцами и в Мозамбике и в других точках мира. Но исходный момент заключался все-таки в том, что на вселенении XX века проблема выгоды от обладания территориями и расходов на поддержание своей власти на эти территории, вот это вот неравенство фактически перешло в некое равновесное состояние, а затем выгоды стали становиться все меньше и меньше, в то время как затраты и издержки оказывались все больше и больше. Вот собственно говоря, современная геометрическая система, она, я бы сказал, сформировалась именно в середине XX столетия и то, что мы видим на протяжении последних 60 лет, это очень сложный и очень непонятный процесс поиска нового равновесия, некой новой системы глобальной управленности, которая пока, я бы сказал, еще далека от своего завершения этот поиск и результаты которого пока еще не выглядит в полной мере очевидной. Фактически что, вот какие этапы этого процесса можно видеть на протяжении последних 100 лет? По сути, концом периода вот этого дележа мира и концом периода классической геополитики можно называть период первой войны, когда стало первой и понятное, что война между ведущими государствами за территории, за ресурсы, за возможности, она способна фактически привести к уничтожению или подрыву самих воюющих государств, а с одной стороны, а с другой стороны, к катастрофическим последствиям для тех территорий, где ведутся военные действия. По сути, масштаб разрушения Европы во время первой войны и масштаб человеческих потей, экономических потей, снижения экономической динамики и миграции, которая последовала след за этим, был таким, что стало уже начало становиться понятным, что классическое решение конфликтов, классические методы становятся уже слишком, безусловно, дорогим, в то время, как выигры, по большому счету, от этой огромной войны не получили ни одна из воюющих сторон. По сути, единственным выигравшим контрагентов первой войны остались в Штат Америки, и то потому, что они долгое время, вплоть до декабря 2017 года, практически, до последних 11 месяцев войны, находились вне театра военных действий и не принимали непосредственного участия в этом конфликте. С этого момента началось понимание того, что мир должен быть организован как-то более органично, управляемость им должна быть повышена, должны быть созданы первые коллективные институты, которые могли бы осуществлять хоть какую-то координацию политики основных ведущих держав. Как известно, следствием, первой войны было создание Лиги наций, первой крупной международной организации, которая поставила свою цель борьбу за поддержание мира из-за сохранения геополитического баланса и защиты суверенитета большинства государств, необходимых. Но опыт Лиги наций показал два момента. Во-первых, то, что самими членами Лиги были государства, ну, основными членами Лиги были государства в той же мере колониальные, государства, которые декларируют свою приверженность общему миру и безопасности в то же самое время были озабочены дележом своих океанских территорий. Если мы вспомним решение Лиги наций первой и двадцатой годов, то значительное количество сводилось к тому, чтобы реализовать линии разделения и некие временные границы или постоянные границы между отдельными крупными государствами, там, между зоной французской и уританской и на Ближнем Востоке, в Африке, в Азиатской территории. Таким образом, логика действия ведущего государства и нации, она во многом оставалась той же самой, какая присутствовала в действиях европейских держав в 19 веке. Но все-таки первые попытки были сделаны, безусловно, и это нельзя не признавать. Именно в этот период появились первые идеи о пан-европейском единстве, были озвучены планы Бриана по созданию некой единой Европы, были обсуждаемы, по крайней мере, некоторые проекты договоров договоров разрушении, некоторые идеи относительно необходимости института глобального управления и так далее, и тому подобное прочее. Но все равно противоречие между традиционной логикой политической, которая была заражена еще в 19 веке и их новыми идеями, в рамках Лиги нации было совершенно очевидно и не вызывает особого удивления то, что Лига не смогла предотвратить ни вторжения, ни фактически воины между своими членами. На момент вторжения фашистской Италии в объяснение в Эфиопию и Италия и Эфиопия были членами Лиги, фактически речь о абсолютно захватившей войне, которую Лига и нации не предотвратила. Она не предотвратила и даже не отреагировала адекватным образом на смены режима в Испании. Единственная попытка ее предпринять счетов против агрессора было исключение СССР за конфликции, Синляндии. Но в любом случае речь идет о том, что в той обстановке, которая сложилась в Европе в 30-е годы, никакие коллективные институты не могли быть особенно эффективными. Второе издание Лиги нации было осуществлено после войны в виде ООН. И, собственно говоря, мы чуть попозже поговорим о том, какие противоречия очень быстро обнаружились в самой Организации военных наций. Но так или иначе, возникла фактически первая международная Организация, которая сумела заражить основу некого нового миропорядка. На протяжении последующих 60 лет, 50 лет, ООН удавалось поддерживать определенные элементы мирового если непорядка, то, по крайней мере, координированности мировых усилий и создавать систему сдержек и противоречий, которые помогали конфликтам не разрастаться до максимальных масштабов. Понятное дело, что здесь существовало и весьма условный с точки зрения Единого Союза безопасности с пятью постоянными членами, которые могли накладывать право вето и фактически управлять мировой политикой. Здесь существовали резолюции, которые десятками не выполнялись. Здесь существовали возможности Совета по опеке, которые фактически не использовались после 60-х годов. Многое другое, но так или иначе Организация Беременных Наций фактически стала первым международным институтом, который, во-первых, был достаточно эффективен с одной стороны, а с другой стороны, который начал понимать реальность современного мира и в рамках которого на достаточно ранних этапах появилось взаимодействие между чисто политическими аспектами и экономическими аспектами. Дело в том, что в отличие от Лиги Наций и в отличие от большинства международных соглашений и союзов предшествующих десятилетий, Организация Беременных Наций фактически сразу же начала работать не только на политическом, но и на экономическом фронте. По сути, МВФ и Всемирный банк, которые были созданы как институт ООН еще в конце середины 40-х годов, начали действовать достаточно быстро и на первом этапе, по крайней мере, стали одним из залогов успеха в этой организации. Но фундаментальный вопрос остается прежним. Даже несмотря какие бы изменения мировой политики ни происходили, на протяжении первых же 20 лет после окончания Второй мировой войны мир начал понимать одну простую истину, что на сегодняшний день никакие решения, никакие проблемы не стоят военного решения. Еще раз повторю, что причиной этого было, на мой взгляд, два основных фундаментальных момента. Первый из них, как я уже сказал, сводился к тому, что любой военный конфликт оказывался заведомо дороже и заведомо серьезнее по своим последствиям, чем любые ресурсы, которые могли быть увеличены в хозяйственный оборот, любые ресурсы, которые могли пополнить копилку трудной страны в результате этих военных интервенций. И второй аспект, конечно, безусловно, был проблемно, связанным с конфликтом, потенциальным конфликтом между крупнейшими геополитическими игроками, у которых к этому времени уже было ядерное оружие, и, по сути дела, взаимное уничтожение, такая взаимогрежность и трактрина взаимного гарантируемого уничтожения, она позволяла охладить особо горячие головы и не допустить конфликтов между главными игроками. То есть после Каримской кризисы 1962 года оформила статистема, которая уже фактически 50 лет, можно сказать, является достаточно стабильным. То есть, первое, это то, что войны за инсульсы уже больше не предпринимаются, то есть, войны, обесловленные экономическими соображениями, уже больше не предпринимаются, и, с другой стороны, что конфликт между крупнейшими геополитическими игроками становится, по сути, невозможным. Вот, в большом счету, я бы сказал таким образом, что именно в северной 60-е годы классическая геополитика значительно не исчезпалась. То есть, еще раз, возвращаясь назад, можно сказать так, что многие сотни лет в основе политических предпочтений государств лежали несколько тейлеров. Тейлеров о том, что война это вещь естественная, что она ведется для обладания определенными материальными богатствами, что эти богатства являются достаточным призом и достаточно, как бы сказать, выгодой от любой войны, с одной стороны, а с другой стороны, что, соответственно, нет тех государств, война между которыми могла бы привести к последствиям, ну, абсолютно, так сказать, непереносимым, да, которые, абсолютно недопустимым, да, для всей человеческой цивилизации. Именно эти два фактора, первый, вполне допускал военные конфликты, а второй, в общем, делал их приемлемы. Вот после соединения 60-х годов, оба фактора исчезли. То есть, если мы посмотрим на, допустим, ситуацию с самым, скажем, самым дорогим, самым ценным из глобальным товаром по имени нефти, да, то, по сути дела, ради нефти, самым ценным, еще раз повторяю, в глобальной экономике товара, мы можем потом об этом поспорить, но, по сути, никогда не делается ни одной войны, да, даже, когда англичане в 60-е годы предоставили независимость большинству своих короней на Ближем Востоке, собственно, на Равистском просто, да, когда получили независимость еще раньше Ирак, даже появление и обнаружение в этих регионах самых большинных планет запасов нефти, которые в 7 раз в тот же мир могут сплотить на десятки лет, даже такого рода возможности не послужили торчком ни к каким серьезным военным конфликтам. Да, Португалия в начале 70-х годов покинула Анголу в ходе гражданской войны, но, опять-таки, последующие обнаружения в Анголе огромных запасов нефти, отнюдь не вызвали никаких новых локальных конфликтов и не вызвали попытку вновь оккупировать эту страну. То есть, вот важнейший тезис, который я хотел бы высказать и по поводу которого мы можем сегодня еще пообсуждать, это тезис о том, что практически на сегодняшний день экономическая подопилка войны по сути исчерпана. И, может, это грубо сказано, но я еще раз повторяю, по глубинной сути экономические подопилки войны сегодня щеплены и ни одна страна, даже самая мощная, не начнет военного конфликта ради достижения экономической цели. Последнее, что об этом говорили в мире и в этом отношении большинство экспертов были едины, когда в начале 2000-х годов после террористических актов в Вашингтоне и в Нью-Йорке Соединенные Штаты Америки четко взяли курс на вторжение в Ирак, то доминирующая точка зрения заключалась в том, что Соединенные Штаты идут в Ирак за нефтью, что они испытывают огромные проблемы с точки зрения обеспечения своей экономики энергоресурсами, что импорт нефти уже достигает практически почти что половину потребления, и американская политическая элита понимает, что ситуация неустойчивая, она хочет установить контроль над одним из крупнейших поставщиков нефти для того, чтобы фактически гарантировать свой доступ к этому ресурсу. Я не буду называть имена ряда российских экономистов и политиков, которые в 2014 году, когда нефть стоила 20-23 доллара за баррель, говорили, что вторжение США в Ирак будет катастрофой для России, потому что сейчас из Ирака пойдет за потоком нефти, цена упадет до 10 долларов, и любые перспективы расплаты с долгами, которые тогда Россия имела перед западными странами, любые перспективы экономического роста будут фактически уничтожены. Цифра 10 долларов за баррель, как следствие американского вторжения в Ирак, была фактически консенсусом среди российской политической элиты. В итоге мы увидели не 10, а 50 сначала, потом 100, что он стал опять-таки следствием в том числе американского вторжения, потому что это вторжение привело к полному прекращению поставок из Ирака на протяжении последующих двух лет и медленному установлению в последующие годы. Но так или иначе, я еще раз хочу подчеркнуть, что даже если воспринимать попытку Соединенных Штатов Америки вторгнуться в Ирак с традиционной геопатической точки зрения как попытку, как некий драматический акт в борьбе за ресурсы, то можно быть уверенным в том, что эта попытка была абсолютно неэффективной. То есть если задача стояла в том, чтобы получить ресурсы, следствием этого стало то, что, во-первых, Америка также покупает Иракскую нефть, как она покупала и раньше, также платит за это деньги, причем платит гораздо большую цену, чем она могла платить, если его конфликта не было. и в целом напряженность в Ближнем Востоке не сильно увеличилась за эти годы. Таким образом, фактически, война и военные конфликты с современными получили и имеют сегодня совершенно иную природу, чем она была в предшествующие годы, в предшествующие десятилетия. И природа, об этом отдельно поговорим, она, конечно, сегодня до конца не определена. То есть, то, что мы имеем сегодня в миовой политике и военной политике, это очень сложный симбиоз, я не военный стратегик отнюдь, но все равно это очень сложный симбиоз между старыми реминисценциями, старыми воспоминаниями о прошлом величии, с жиранием, так сказать, показать собственные способности участвовать в глобальном управлении с одной стороны, с другой стороны, это некие или урокные ощущения необходимости присутствия в политически важных регионах мира, помимо этого определенную роль играет ощущение того, что ослабление одного игрока равноуслению другому, тоже очень старый, давно, так сказать, отживший, на мой взгляд, тезис, да, и вот этот вот симбиоз квазиэкономических, квазиэдиологических, да, помимо этого существует огромный пласт проблем связанных с гуманитарными составляющими, с обеспечением прав человека, с стремлением прекратить гуманитарных катастрофов, геноцизы, да, это тоже по почку говорим, с желанием отдельных стран установить правильные по их мнению режимы, соблюдение прав человека и так далее, и так далее, вот этот огромный симбиоз проблем и мотивов, он является доминирующим с точки зрения определения решений о применении военной силы в сегодняшний день. И опять-таки это применение военной силы становится постоянно все более и более локализованным, да, за период после Второй мировой войны произошло огромное количество военных конфликтов, да, но при этом мы не видели ни одного военного конфликта между крупными державами, не то, что там ядерными странами, да, но даже государственным близко подходящим к ядерному порогу, несмотря на то, что число локальных конфликтов стремительно и быстро растет. Вот как вы думаете, сколько погибло людей в локальных конфликтах после Второй мировой войны только в Африке? Есть какое-нибудь положение? Ну, поярли цифры. Да, около того, да, 23 миллиона человек. То есть, в принципе, за 60 мирных лет в Африке потеряно больше жизни, чем за всю Первую войну всеми валиющими странами. И это моментом, как бы, так сказать, проходит кайсне перефона и показывает тот факт, что, по сути дела, военные конфликты на сегодняшний день именно как разрешение глобальных геополитических проблем, они уходят на второй план, в то время, как в тех странах, где вот эта новая парадигма не достигла, так сказать, не была понимания поддержки, продолжаются конфликты обусловленными религиозными противоречиями, национальными противоречиями, неправильно определенными границами, иллюзорными ощущениями необходимости контроля за ресурсами и многим другим, эти процессы идут и будут идти, да, но мир сегодня очень быстро распадается на, скажем так, ту часть его, которая достаточно адекватно оценивает потенциал военной силы и возможности применения, и ту часть ее, которая, в общем-то, показывает, скажем так, говорит о, пожалуй, невозможности эффективного применения этой военной силы. В начале 2000-х года некий Роберт Купер, британский политический аналитик и советник нынешнего руководителя европейской внешней политики Барна Сэштон выпустил небольшую, очень интересную книгу, в которой он попытался проанализировать различия государственных подходов, подходов отдельных государств к внешнеполитическим проблемам в современной мире. В этой книге он разделил все крупные, вообще все государства современного мира на, скажем так, современные, это плохо звучит, в оригинале это казалось модерн, то есть государство исповедующее идеологию эпохи модерн, эпохи развитого индустриального общества, постсовременные или постмодернистские, постмодернные, как бы досовременные, премодернные. То есть идея заключалась в том, что фактически сегодня мы видим три группы государств в их отношении к осознанию геополитических проблем. Доминантная группа это страны, которые сегодня, живя в мире 21 века, ведут себя в общем и целом как страны, жившие в конце 19-го, начале 20-го столетия. Это государство, которое очень четко поддерживает свой суверенитет, очень жестко настаивают на полном и неограниченном запрете вмешательства на своему цене дела. При этом имеют определенное количество сателлитов, которые в общем и целом считаются такой клиентелой. Опять-таки четко противопоставляют свои интересы других регионов мира, интересам других держав и с теми другими допущениями, но готовы к использованию военной силы с одной стороны и именно такому одностороннему использованию военной силы с одной стороны и с другой стороны ощущают необходимость поддержания мощных вооруженных сил в качестве важнейшего элемента своего географического положения. В качестве основных трех стран, которые поддерживают такую парадигму, Купер выдвинул в первую очередь Соединенные Штаты, Китай и Российскую Федерацию. На самом деле в этом есть определенный рецепт, то есть речь идет о том, что и США, и Китай, и Россия кто-то на деле, кто-то на словах постоянно подчеркивают необходимость сильного военного компонента в государстве. Каждый из этих стран в общем-то проводит ту политику, которую они считают необходимой. Все эти государства категорически не приемлемы никаких возможностей ограничения суверенитета, все они считают, что определение политической системы, основных законов государства, принципов проведения политической элиты, принципов управления, соблюдения прав человека и так далее, это их внутреннее дело, и никто не может указывать им соответственно те парадигмы, те подходы, которые они должны исповедовать или использовать. и опять-таки возвращает все эти государства достаточно с большим квинитетом относится к военной мощи, к основным своими реальным потенциалам, ведут сложные переговоры по ограничению своего реального потенциала, но при этом активно наращивают свои обычные вооружения. Это касается всех трех, и США, и Китая, которые на сегодняшний день являются второй военным расходом державы и мира, создают мощный техкианский флот, увеличивают сухопутных силы вооружения и так далее. И, соответственно, это перекидывается на Российскую Федерацию на знание о тех планах, которые огласили наше правительство, о том, что в ближайшие 15 лет больше 23 года будет потрачено на военные расходы, это практически два военного бюджета США. И, так или иначе, вот эти три крупнейших государства, которые Купер называет принадлежащими такой традиционной современной геополитической и политической модели, показывают, что по их мнению, по мнению руководства, в мире пока еще не слишком много изменилось с точки зрения политики, по сравнению, допустим, с предшествующим столетом. То есть, мы видели, как относительно легко идут американцы на использование военных сил за рубежом, мы видели, что в меру своих возможностей Российская Федерация тоже пытается действовать в той же парадигме, что действуют американцы, как это видно от меня в конфликте с Грузией. Китай пока не предпринимает ничего подобного, ввиду того, что он все-таки достаточно новичок на вот этой глобальной, на арене глобальной политики, но совершенно не исключено, что в последующие годы мы увидим что-то подобное в этом случае. К такому же роду типу поведения прибегают многие государства меньшего масштаба и меньшего влияния, но сама парадигма понятна. Помимо этого, автор выделяет еще две группы, так сказать, досовременные государства, традиционные и постсовременные. К традиционным государствам относятся в первую очередь те страны, которые в основном втянуты в локальные конфликты где важнейшими элементами приводящими к этим конфликтам являются национальные и религиозные самоопределения. И сюда соответственно идут большинство стран в первую очередь африканских, отчасти в Нижнем Востоке, которые вполне допускают возможности конфликтов вследствие каких-то религиозных и национальных и этнических факторов. А что касается и в этом отношении фактически они признают в какой-то менее современное понимание суверенитета. И третья группа это, так сказать, постсовременное или государство в будущем. К ним автор относит в полном составе страны Европейского Союза, которые фактически переросли значительно имея традиционное понимание суверенитета и по сути готовы отказываться от элементов государственности ради того, чтобы добиться большего экономического состояния или решить иные политические проблемы. Этот тип поведения достаточно экзотичен современными. И даже пример интеграция на постсоветском пространстве прекрасно показывает, что государство давно и долгое время сохранявшее и находившееся в единой стране как в Советском Союзе и до сих пор сохраняющие определенные экономические культурные исторические связи в общем-то совершенно не готовы жертвовать серьезными элементами суверенитета ради интеграционных процессов в отличие от государств Европейского Союза. В этом отношении можно согласиться с Купером в том, что страны есть представляют собой действительно уникальный пример постмодернистской политики, которая приводит и мы уже касаемся этого вопроса по разным причинам в общем-то к образованию возможного образования высокого государства, в котором роль и значение национального правительства в перспективе может быть сведена до минимума. Еще раз подчеркну, этот путь развития выглядит экзотичным, никто, мы потом еще можем говорить по международной интеграции, но в любом случае никто в других регионах мира не смог предпринять пока ничего подобного тому, что происходит в Европе. есть определенные примеры экономического взаимодействия, больше или меньше менее успешными, есть пример ОСЕАН, есть пример МЕРКОСУР, государство Латинской Америки, есть пример Североамериканской зоны свободной торговли, есть таможенный союз, который недавно создал России, Баруси, Казахстан, но все эти шаги, все эти попытки экономической интеграции пока не приводят никаким серьезным политическим последствиям. Если, допустим, в Европейском Союзе мы имеем единую визовую зону, если мы имеем единую границу, то Соединенные Штаты Америки и Мексика при всей свободе торговли, которая была объявлена еще в 1994 году, сегодня Соединенные Штаты активно строят фактически стену позитивные границы с Мексикой и боятся нелегальной миграции. То есть никакого свободного приторка населения в этой зоне мира, в этой части мира не идет речи. Если те же страны Ассиан действительно подвигались достаточно далеко взаимной торговли, фактически стали таможенным союзом, но даже они не ведут роль о единой валюте и фактически о сдаче вот этой части своего экономического суверенитета. То же самое касается и постсоветского пространства, мы видим с одной стороны множество разговоров по интеграции и по созданию Российского Союза, но с другой стороны совершенно не желание ни российского уководства, ни казахского уководства, не говорилось там про Узбекистан или Туркмения каким-то образом поступаться элементами суверенитета и подчинять свои действия контролю каких-то национальных институтах политических. Поэтому еще раз возвращаясь к идее Роберта Купера можно сказать, что автор нам взял прав, это не есть открытие научное, это просто констатация того, что сегодня мировая политическая практика, она абсолютно разноуровнева и разнонаправна, разноскоростная, скажем так, в мире, несмотря на то, что в рамках организации национальных наций существует формальное единство всех хрещенок, в мире существуют политические субъекты совершенно разного уровня, совершенно разной мотивации, совершенно разного элемента, скажем так, природы своего субъекта, то есть традиционные государства, которые вышли из XX века и ведут свою политику на основании тех принципов, на которых они вели ее на протяжении десятилетий, новые экспериментальные формы, которые развиваются в Европе, и государства, которые недавно были в независимости, фактически еще по большому счету не приняли в полной мере ту концепцию суверенитета, которая в Европе существовала на протяжении многих столетий. Поэтому в этом отношении стоит предположить, что некого единого подхода к геопатическим проблемам в ближайшие десятилетия в мире не сложатся, и эти модели будут безусловно конкурентированы друг с другом. Естественно, модель третьего мира не может выступать великой конкуренным элементам, но все равно перспективы современного глобализирующегося мира с точки зрения политики на ближайшие годы, я думаю, будут определяться тем, какая из моделей окажется более привлекательной. Модель полного классического суверенитета и полного неумешательства, как она исповедуется основными ведущими странами типа Соединенных Штатов России или Китая, или некая модель интеграционная и модель отказа, частичного отказа от суверенитета, в том виде, в каком она реализуется сегодня в Европейском Союзе. То есть, подводя некий итог, можно констатировать несколько вещей из тех тенденций, которые достаточно активно видны. Во-первых, сегодня все-таки важнейшим сдвигом современной геополитики является пересмысление фактора силы, потому что последние 50 лет очень четко показали, что, во-первых, применение военной силы крайне редко решает те задачи, которые решали в прошлом. То есть, фактически сегодня эффективным контролем территории и ресурсами в результате военных вторжений добиваться не удается. помимо этого, оказывается, что применение военной силы не только неэффективно с точки зрения результата, но оно не слишком эффективно с точки зрения самого процесса, потому что, во-первых, современное погружение и поддержание современной армии становится процессом крайне дорогим, который могут позволить себе лишние многие, с другой стороны, даже эти немногие сталкиваются с колоссальными финансово-экономическими проблемами в случае эффективного, даже эффективного использования военной как давно, в 2006 году, Джозеф Стигальц, один из известных экономистов, Норгий Скориад, в довольно противоречивой правой книге, скажем так, провел анализ того, во что пойдет Соединенный Штат Америки война в Ираке. Его оценки в минимуме составили около 2-3 миллионов долларов, максимум около 4,5. То есть речь на том, что сегодняшняя война и сегодняшний вооруженный конфликт это отнюдь не только количество бомб сброшенных на противника, отнюдь не только количество жалований выпущенных военным военном военном конфликте, но и огромное количество последствий, начиная от коротальной и сложной логистики и заканчивания необходимости в облуды военных пенсий, компенсации и так далее, которые в качестве на протяжении десятков лет и, собственно говоря, при примутении непосредственных военных расходов на войну в Ираке, которые составили порядка 320-330 миллионов долларов, общий кумулятивный эффект для войны для американской экономики, по-моему, в Стинице, опять повторяю, мог достичь нескольких триллионов долларов, что, в общем-то, при той ситуации, которая есть в американской экономике, безусловно, слишком дорогое удовольствие. И этот факт, он останавливает очень многих, потому что, не говоря уже, допустим, о случае Китая, когда какой-то военный конфликт с любым разным государством вызовет патастрофический разрыв торговых но даже сугубо... Что-то сломалось. Но даже сугубо, если говорить чисто о военных потеях, да, и о последствиях, которые связаны, которые несет этот военный конфликт для экономики страны, даже в этой ситуации современная война, это, безусловно, слишком дорогое удовольствие для большинства разыских стран. В этом отношении, вот это самые два фундаментальных момента, которые я хотел сказать по поводу военных сил. Именно поэтому сегодня, в общем-то, угроза ее использования в отношении, ну, по крайней мере, в отношении больших, да, или значимых государств и в рамках их политики по отношению друг к другу, она фактически несущественна. То есть, да, конечно, сегодня там президент Сирии Башар Асад может быть весьма напуган, когда там Турция близка к тому, чтобы увидеть ему войну, потому что военные силы стороннице сопоставимы, да, и вполне возможно, что Турция объявит этот конфликт и будет поддержана НАТО. В таком роде конфликтах опять-таки эти конфликты были, будут и будут продолжаться. В них страны с более развитой военной машиной легко будут одерживать временные победы над своими противниками, но опять-таки эти войны и конфликты, они способны привести только к временному поражению противника, возможных к смене режима, возможных к изменению политической ситуации в стране, но опять-таки даже в случае с небольшой страной типа Сирии, я абсолютно убежден в том, что никто из западных государств не пытается установить тотального контроля и не пытается использовать там победу в скоротечественном военном конфликте для установления управления этой страной на протяжении последних десятилетий. Это мы видим в последние годы, это само по себе очень большая проблема, мы к ней перейдем после перерыва, что делать с целым рядом малоуправляемых государств. Но так или иначе, сегодня традиционные войны, которые заканчиваются при соединении территории контролем над ними и так далее, значительно менее невозможны, неэффективны, не нужны. Вот этот момент, он очень важен для понимания того, в каком направлении может двинуться современная мировая политика. То есть она, безусловно, переходит от политики военной и силовой к политике, конечно, экономической. И главным фактором силы сегодня становится не столько вооружение, не столько армия, сколько инвестиций, деньги, торговые возможности, возможности капиталовложений, торговые блокады и многое другое. То есть фактически то, что мы сейчас имеем, мы имеем борьбу не военных потенциалов между СССР и Соединенными Штатами, которая продолжалась на протяжении многих десятилетий, а мы имеем скорее борьбу экономических потенциалов различных стран, борьбу потенциалов влияния этих государств на другие регионы мира и войну между, скажем так, привлекательностью и борьбу разных моделей за свою привлекательность. Вот в этом этот подход, ну, я не могу сказать, что он революционен, потому что он формировался на протяжении долгого периода времени. Этот подход значительно имея, был воплощен в другой очень существенной книге, вот, кстати, которую я даже сегодня пустил по рядам, она была переведена пару лет назад, ее предлагает некий молодой американский политолог индийского происхождения Парак Ханна, который говорит о том, что сегодняшний мир, он уже не может быть разделен в классическом понимании, в классическом понимании марксистском, советском, или в понимании Купера на вот эти три мира, да, то есть, смотрите, в напряжении последних полувека господство, идея, которая еще в 50-е годы была изложена рядом западноевропейских политологов, о том, что существует первый мир, это ведущие западные общества с рыночной капиталистической экономикой, демократические страны, да, в основном объединенные в НАТО и Европейский Союз, второй мир, это СССР и страны-сателлиты, страны-коммунистического влока, а третий мир, это те страны, которые, в общем-то, находятся на периферии, отстают в своем экономическом развитии, не участвуют непосредственно в противостоянии двух держав, и фактически является полем боя между буржуазной коммунистической системой. Это была трактовка, которая доминировала в политологических историях Америи на протяжении достаточно продолжительного периода. В 80-е годы она была дополнена идеей четвертого мира, то есть совершенного отстоя тех стран, которые реально выпадают из мирового развития, скатываются в абсолютную бедность, ни на что не влияет, и, по сути дела, переставит быть субъектом международной политики. Ну, это как модификация. Вторая схема, да, о которой я уже говорил, это схема Купера, схема предполагающая, что в мире существуют страны, по-разному относящиеся к политическому процессу вообще, да, традиционные государства типа США, России, Китая, Европейский Союз, который отказывается от суверенитета, и страны, которые не могут выйти до сих пор из каких-то элементов, так сказать, ну, условно говоря, родоплеменных, да, подходов, которые приводят к огромному количеству национальных этнических конфликтов. То, что предлагает пара Ханна, это, в общем-то, возвращение к более, скажем так, понятному для большинства присутствующих, да, и большинству вообще российских политологов геополитическому анализу. Он говорит о том, что существует в мире все равно по-прежнему на планете три мира, но эти три мира уже определяются не с точки зрения, как они мыслят геополитику, не с точки зрения того, на каких принципах они основывают свою политику, а по причине того, что они могут, то есть на что они способны, что они могут поменять в мировой геополитической архитектуре и что не могут. В этой парадигме по Ханне существует, опять-таки, первый мир, то есть страны влияния. Это Соединенные Штаты, Европейский Союз и Китай, как ни странно. Это первая классификация, которая предложила внести Китай уже в игроков, в группу игроков высшей категории, да, высшей лиги. Суть этой идеи заключается в том, что государства типа Соединенных Штатов, Европы и Китая обладают тремя фундаментальными свойствами. С одной стороны, эти страны имеют очень большой экономический и политический масштаб и сферу влияния, они имеют возможность влиять и участвовать в событиях происходящих фактически в любой точке мира, плюс к этому они обладают достаточно серьезной, так сказать, мягкой силой. Американцы с точки зрения своей идеологии, европейцы с точки зрения продвижения своей модели ненасильственного мира и так далее, китайцы с точки зрения того, что страна обладает, как многие считают, рецептом абсолютно экономического успеха и в этом отношении способна принести, дать очень хорошие уроки отстающим государствам и принести в мир оптимальную парадигму успешной модернизации. Причем, опять-таки, эти страны приблизительно равнопорядковые или очень скоро будут равнопорядковые по своему экономическому потенциалу и, собственно говоря, по всем вот этим критериям очевидно, входит в число стран, которые будут задавать геополитическую картину мира в 21 веке. На другом полюсе находится государство, из которых вообще сложно считать государствами, страны, которые ни на что не влияют и не смогут повлиять и фактически являются не субъектами, а объектами международной политики. Это большая часть Африки, значительная часть Латинской Америки, отчасти Юго-Восточная Азия и Южная Азия. То есть, те государства, которые рассматриваются либо как поставщики ресурсов, либо как участники второстепенной рынки для сбыта производимых разных стран товаров, когда-либо стать законодатель мировой политики, но имеет больше достаточно влияние для того, чтобы, скажем так, решить спор между первой тройкой относительно того, кто из них победит. Но это несколько прямолинейная такая примитивная концепция, но в целом она имеет определенные смыслы и значения. То есть, если ее изложить более мягко, речь идет о том, что Российская Федерация, Индия, Бразилия и ряд других стран действительно имеют возможность очень сильно изменить мировой баланс сил и влияния, перейдя, так сказать, забыв о том, что они хотят возродиться как реальные центры силы и солидаризовавшись с кем-то из нынешних лидеров. То есть, в принципе, эта идея, на мой взгляд, правильная, потому что вся геополитика последних десятилетий, она значительно обусловлена тем, что изоляция каждого из крупных игроков по большому счету нарастает. То есть, Соединенные Штаты, которые были, по сути, кумиром всего мира в начале 90-х годов, сегодня находятся, если не в серьезной международной изоляции, то, по крайней мере, значительная часть государства относится к ним с определенной очевидной настороженностью и отчасти с предубеждениями. То же самое Китай, который в 90-е, в конце 80-х годов порождал определенное количество надежд на равную демократизацию, на развитие по западному пути, сейчас воспринимается во все большей мере как опасный соперник, в том числе и геополитический, военный, Соединенных Штатов и всего западного мира в целом. Европа сегодня, хотя она, в общем-то, идет по правильному, на мой взгляд, пути преодоления своих внутренних границ и противоречий, так или иначе сталкивается с экономическими проблемами и, в общем и целом, тоже воспринимается многими как континент не слишком перспективный. То есть, речь идет о том, что сегодня потенциал развития каждой из моделей, американской, европейской, китайской, ну, я не могу сказать, что он исчерпан отнюдь, да, но, по крайней мере, он, так или иначе, впереди на каждом из этих путей видны определенные пределы и проблемы. И на этом фоне мысль о том, что крупные государства, включающиеся в игру, безусловно, должны каким-то образом занять определенную позицию, примкнув к той или другой модели, кажется мне достаточно богатой и разумной. То есть, мысль о том, что в рамках конкуренции между тремя фундаментальными центрами силы экономической, политической, новых игроков больше не возникнет, в общем-то, выглядит близко к очевидности. И, соответственно, мне кажется, что Ханна прав, когда он ставит вопрос именно таким образом, что большинство игроков второго уровня, второй линии в ближайшие десятилетия должны сделать трудный геополитический выбор относительно того, с кем им быть и куда им присоединиться, в какой модели, в каком государстве, в каком форматере плыть, какую систему ценностей, систему и принципы управления перенимать. Давайте мы на этом остановимся. У нас осталось 20 минут. Мы можем посвятить их некому обсуждению того, что было сказано или вопросом. Вы сказали о том, что некий не являлся основным мотивом отторжения ИРА. Я действительно с этим согласен. Такой мотив, но он не являлся главным. Что с Вашей точки зрения предоявлялось главным мотивом отторжения? Ну, слушайте. У меня очень хороший вопрос. Я в данном случае могу изложить только собственный вариант ответа на него, который, еще раз хочу сказать, не претендует на правильность. Мне кажется, что здесь была совокупность политических и сугубо эмоциональных мотивов. Дело в том, что для того, чтобы понять, почему американцы вторглись в Ирак, нужно все-таки посмотреть на ту политическую элиту или ту политическую группировку, которая находилась в власти в США в это время. А это была группировка, которая, собственно, пришла впервые в вашингтонский коридор еще в начале 70-х вместе с Никсоном. Вот, по сути, все советники Буша-младшего, начиная от Чейни, Рамсова, да и даже в менее значимой фигуровой администрации, Вуковицы и так далее, все они были убежденными республиканцами, сторонниками идеи Великой Америки, пришедшие в в Вашингтон в начале 70-х годов. Это был период, когда фактически американцы, во-первых, ну, в конце 60-х, в начале 70-х, это была ситуация, в которой, во-первых, американцы проиграли войну в Вьетнаме, что было для них очень мощным ударом по самолюбию и вообще в целом изменил менталитет Америки в то время. С другой стороны, это было время, когда республиканская администрация вылетела из Белого дома после импичмента Никсона. То есть, по сути дела, люди приходят, делают первый шаг в политике, присутствуют при крахе американской геополитической мечты, при полном банкротстве, так сказать, тех людей, которых в эту политику привели, после чего они на время уходят в тень и вновь возвращаются уже на втором сроке Рейгана и в начале президентства Буша, да, то есть, фактически попадают на очередной период взлета американской мощи, войну в Заливе, ситуацию, связанную с попыткой, так сказать, добить тоталитарный режим Хусейна, вновь по определенным причинам этого не удается сделать, Буш останавливает наступление на Багдад и через три года проигрывает выборы Клинтона. То есть, по сути дела, в очередной раз получается вторая ситуация, когда люди приходят, видят вроде бы кучу иллюзий и снова их провал, и потом они приходят в третий раз, уже наверняка последний, да, потому что они уже достаточно пожилые люди во всех отношениях, сколько там было, в чьении это было, я думаю, за 60 хорошо, когда он был вице-президентом при Буше, и они видят очередную возможность, да, когда, так сказать, на Америку совершается атака и можно фактически под этим предлогом провести любой ответный удар. Они выбирают противника, на котором они могут продемонстрировать то, что наконец-то восстановят величие Амейки. Пытаются, проваливаются. С вашей точки зрения основным мотивом было это показать, продемонстрировать мир увеличивания Америки. Продемонстрировать они себе собственную состоятельность. А почему тогда на Ираке, именно Судовская Аравия оттуда там практически вышел в этой войне? Нет, вот именно поэтому. Потому что именно здесь в Ираке вас самих ударили морды об стол 10 лет назад. Вы руководили Ираком, Иракской компанией 10 лет назад, в 91-м. Чей не был, кто там был министром обороны в это время? Чей не был министром обороны. Вот ты не дошел за Багдада, сейчас я дойду. И он дошел. Скажите, а вот является ли Россия сегодня субъектом, центром глобализации? Или вы считаете, что Индия по самому можно говорить? Или только Соединенные Штаты единственный центр? Или все-таки их два США и Китай? И Россия является ли центром вообще сегодня глобализации субъектов? Или она объект глобализации? Смотрите, мы говорили о глобализации вчера. Речь идет вот о чем. Еще раз возвращаясь к вчерашней теме, я хочу сказать, что у глобализации нет субъектов. Глобализация отличается от того, что происходило в 19 веке, когда там Великобритания колонизировала Африку и Азию, а тем, что глобализация на сегодняшний день не имеет центра. Сегодня сложно понять, выигрывает Америка от нее или проигрывает. Да, она выигрывает, потому что вроде бы она может во всем мире занимать деньги и распространять свой доллар. Но она проигрывает, потому что из нее уходит предприятие, из нее приезжает миллион эмигрантов, которые фактически меняют лицо страны и определенным образом меняют американскую идентичность. Глобализация – это процесс, где страны вообще не субъекты, и где центры не существуют. Если говорить о международной политике, то, ну, как сказать, конечно, я бы сказал так, может быть, это будет звучать странно, центром мировой политики сегодня России не является точно. Что касается субъекта, то здесь проблема сложнее. Она просто не хочет им быть. Вот смотрите, давайте посмотрим на российскую политику последних там 20 лет. Вот вы можете назвать хоть одну инициативу в мировой политике, с которой выступает Россия? Ну, хоть одну. Я не пытаюсь издеваться над нашим МИДом, да, но я просто их не вижу. Да, вот при Медведеве была инициатива там, я уж не помню, даже чего она там не предлагает, создать какую-то единую зону безопасности или еще чего-то там из Атлантики куда-то. Но в чем инициатива? Даже если мы вспомним престарелого Леонидовича Брежнева, да, в конце 70-х годов, то при Громыка из МИДа инициативы сыпались просто как из рога изобилия. Там были идеи разоружения, ограничения вооружения, там подписание дополнительных соглашений. Конечно, это были инициативы на тот период времени очень продуманные, потому что они выдвигались в таком контексте, что Запад категорически не мог их принять на 99%. И поэтому Советский Союз ввел очень хорошую политику с точки зрения имиджа. Вот имидж СССР конца 70-х, начало 70-х годов, даже при Брежне, да, был крайне позитивен во многих случаях. Почему? Потому что Советы выигрывали через психологическую войну тогда. Они предлагали меры по разоружению. В Англии там миллионы выходили на демонстрации против размещения американских ракет, в то время, как Советский Союз шамповал свои ракеты как пирожки. Но эффект был, да, потому что инициатива исходила «давайте разоружаться». Запад говорит «ну как же разоружаться, если вы ставите свои ракеты?» Мало кто знал, сколько ракетов ставили в Советском Союзе, но при этом инициатива была, ее отвергали и Запад оказывался неправым. На самом деле это хороший с точки зрения пропаганды подход. Но где он? Что мы предложили? Вот, собственно, это и есть вопрос. А как может являться субъектом тот, кто ничего не делает? То есть, вот, собственно, нет больше комментариев. То есть, знаете, есть, я понимаю, что идеи, так сказать, американские, о доминанте прав человека, о гуманитарных интервенциях, о многом о чем еще, мы поговорим об этом сегодня, они могут выглядеть очень сомнительно, но они есть. Их можно сказать, нет, вы знаете, вот это нам не нравится, а нам нравится вот другое. Но мы не говорим, что другое нам нравится, мы говорим, только идите вон с этим и все. Это ангажированность либеральной климпы нашей, ее бездействие, нет интересов ориентации на Запад вот это бездействие и отпускные инициативы или что еще? Да нет, я думаю, что это некое скудоумие, в первую очередь, потому что, а почему наша либеральная, вообще, почему она либеральная для начала? Что либерально в нашей элите, которая устанавливает государственные компании по всей стране, да, и делает бюджет военный самым большим в последние годы, а что в ней либерально? Я политическую и белую сторону, экономическую и правую сторону. А что политическую и либеральную? Это выбор вчерашний либеральный? Вчерашний выбор либеральной элиты? Проверила. А не в другую, с выхода Ельцина. Нет, подождите, а Ельцин давно скончался, а еще раз, вот вчерашний выбор, это был пример либерализма? Или что? Нет, нет, а как это? Я не понял. Что либерального в чурсской выборной системе? Ну, а как добавить высказывать того, который говорит, что надо понять, чья это лида, наша или ваша, если все деньги, и все у нас? Ну, слушайте, понимаете, это тоже странный вопрос, потому что, ну, он знает, что говорит, не, он, конечно, знает, что говорит, и деньги действительно там, да, но, ну, ну, знаете, мне сложно даже ответить, потому что я, честно говоря, не до конца понимаю, как можно говорить о либерализме на основе того, где лежат деньги. курс, ну, понимаете, опять, возвращаясь к сути вопроса, да, я считаю, что на сегодняшний день, то есть, вообще, на сегодняшний день каждое государство, особенно Россия, достаточно свободно в выборе своей политической модели, и мы это видим, да, то есть, ничто не помешало, никакая западная, мировое правительство не помешало Российской Федерации отойти от Ельцинско-Гайдаровского курса и прийти к Путину с его жестким упором на государственные институты и так далее. Никто нам не сказал ни слова. То есть, сказали, нам это было пофигу глубоко. И будет, да, вот, в этом отношении я не, вот, я не очень понимаю, зачем оправдывали какие-то наши проблемы с ссылкой на кого-то еще. Мы сами делаем выбор, и мы его действительно делаем. Если мы его делаем неправильно, это наша проблема. Вот, собственно, и все. То, что мы не хотим предполагать какие-то попытки, я думаю, что это некое общие, понимаете, смотрите, это общий подход нашей политической элиты к происходящему. Этот подход заключается в том, что у нас все хорошо. То есть, по сути дела, получив власть, вот, смотрите, вот вы задали вопрос по поводу Ирака. На самом деле, здесь есть определенные параллели. Например, вот, я сказал по поводу Буша, но это мое отличное ощущение. По поводу Путина, это очень похожая ситуация. Кто такой Владимир Ильич Путин? Это человек, вполне выходец из советской системы, офицер КГБ, который, я думаю, вполне искренне верил в коммунистическую идею, в необходимости борьбы с врагами и так далее, и так далее, когда он работал в ГДР. Что произошло в последующем его жизни? Да, он честно, верно служил системе, которая рухнула в конце 50-х годов, и людей, типа, его просто кинула. Ну, объективно, да? Система рухнула, эти люди выпали из системы. Что произошло дальше? Предположим, что Владимир Владимирович очень честный, напорядочный человек. Ему пришлось работать в команде новой питерской власти, демократической, которая, в общем-то, скорее всего, не отличалась всеми идеальными моральными качествами, да? Но он в нее вписался, Там что-то переломав в себе, он в нее вписался, безусловно, не слишком радостно вспоминая демократов и демократические порядки, потому что ему пришлось потерять свой привычный образ жизни и вписаться в эту систему. Но он это сделал, так сказать, над собой произвел какое-то насилие, сделал это, и к 96-му году он достиг наивысшего, так сказать, успеха в рамках того, что он выбрал. В 96-м году в очередной раз пришли демократы и на каких-то выборах галяне огнем вышибли всю эту команду вместе с Собчаком и Путиным. И пришел новый губернатор, да? Четыре года несчастный человек снова болтался не пойми как, не пойми где, пока, значит, люди, которые, считали слабее и ниже себя, не пригласили его так на какую-то там 300-м должность в Москву. Потом он оказался, так сказать, выдвинут на президента выиграть выборы. Какую симпатию к демократии человек может иметь? Да никакой. Любой демократический процесс для него глубоко противен, потому что все ее неудачи были от нее. Поэтому он, естественно, будет делать такие выборы, как были позавчера и до конца своих дней. Это тоже понятно, люди не меняются в таком возрасте. То же самое, как и американцы. Что русские, что американцы, люди одни и те же. Поэтому мы сейчас, вся наша политика, это политика поддержания Стабского. Путин пришел, он увидел, что вообще за четыре года по сроку он пришел, все наладилось. Да, он сделал много, на первом строке, очень много. Он успокоил, так сказать, ситуацию на Кавказе. Он более-менее создал нормальную новую систему, укрепил государство, которое было развалено. Ему огромный респект за это. Но он это создал, и сейчас более всего он не приемлем двух вещей. А, демократии, которая это развалит, и Б, любых перемен, которые могут это все подорвать. Поэтому главное для него вообще ничего не делать. То есть, если что-то может не менять, то это нужно не менять. Это вот абсолютная статус-кво. И оно и внешний политик проявляется так же. Зачем нам куда-то дергаться? Зачем нам выдвигать инициативу? Зачем нам что-то предлагать, если вы можете идти тихо? Вот я вижу это так. Я согласен с вами. Действительно, мы сами сдавали и в Аславию, сами уходили из Ирака, бросали, инициатива не проявляется. Да. Не, мы не проявляли инициативу. Более того, например, классическая инициатива, допустим, Абхазия и Южная Осетия. Это момент, когда мы проявили, ну опять, смотрите, мы говорим внешней политики, я вообще геополитики, я внешней политики. В этой ситуации мы должны понимать, что инициатива это не взять и просто выставить ракеты и куда-то попасть. Инициатива это из каждого ракетного залпа сделать какое-то следствие и вывод. Значит, что получается? Вот ситуация Южной Абхазии и Абхазии, да? Россия, я очень критично нарушусь нашей внешней политике, но то, что сделала Россия в августе 2008 года было абсолютно правильно. Ну, абсолютно правильно. Потому что, если бы мы остались за русским туннелем в это время, это было бы не то, что расписаться в нашей несостоятельности политической, но это было бы во всех отношениях этическом, гуманитарном, во всех отношениях неправильно. Мы сделали то, что должны были сделать. Мы вошли туда и освободили Южную Осетию. Экономически для нас это кирпич на шее, да? Ну, бог с ней, сейчас мы об этом не говорим. Но взглядит опрос, а что надо было сделать дальше? Вот если бы я был президентом на тот момент, я бы сделал очень простую вещь. Я бы сказал, смотрите, уважаемые американцы, хотя вы вошли в Косово родно с той же риторикой, что мы вошли в Южную Осетию. Вот риторика понуждения к миру, гуманитарной интервенции, нападения миротворцев были 100%. Можно просто взять вот газеты американские наши, 150%. Вы вошли в Косово, мы вошли в Южную Осетию. Вы признали Косово, а мы его не признали. Давайте мы сделаем так. Многие страны не признали Косово. Можно было своим любым, даже самым плохим умом понять, что никто не признает Южную Осетию, да? Ясно было изначально. Не надо было платить 50 миллионов долларов на Уру, чтобы она признавала и тратить общественные деньги, да? Ясно было, что они их не признают. Надо было сказать так, смотрите, мы не признали Косово, вы не признаете Южную Осетию. Вот давайте мы предлагаем вам, уважаемые европейцы, американцы, созвать конференцию ООН по гуманитарному вмешательству. То есть это наша инициатива. Мы хотим, чтобы в случае, если что-то подобное происходит послезавтра в Курдистане, или где-нибудь там в Тибете, или в чёрной, где ещё, чтобы у нас был общий принцип. То есть если там мочат гражданских лиц, то любая страна, которая считает себя в праве, объявляет, что она там входит, ни разрушение, не спрашивает ни у кого, входит, наводит мир, порядок, не отторгает территорию другой страны, не объявляет её суверенитета, но держат там войска, допустим, 30 лет, пока там всё не замерится. Вот общий принцип. Хотите, принимайте участие. Если в следующий раз грузины нападут на Абхазию, пожалуйста, мы готовы войти туда вместе с войсками НАТО и установить там чёткий порядок, чтобы грузины не убивали Абхазов. А если кто-то войдёт, допустим, в какой-нибудь там Эритрию, она уже сейчас независима, в Южный Судан, который тогда был ещё частью Судана, мы тоже готовы в первых рядах подтянуться к войскам НАТО и вместе поучаствовать в этом процессе. Но мы будем, по крайней мере, иметь общий принцип международной политики. Слушайте, я не уверен, что американцы посогласились, но, по крайней мере, мир бы сильно задумался и конференцию в эту созвали. И мы бы могли целый год или два трындеть о том, что мы предложили какую-то потрясающую инициативу индивидуальной политики, новую эру суверенитета или ещё что-нибудь такое. Но мы ничего не сделали. Мы заведомо пошли в тупик, признали, забашляли каким-то непонятным островам, чтобы они там что-то тоже признали и затихло это всё. Ну вот для чего это было делать так? Вот почему из того, что мы сделали правильно, мы даже не можем сделать никаких выгодных на себя последствий. Вот что меня, собственно, удивляет. Спасибо, согласен. На, давай там. Ну, Нет, я не исключаю. Понимаете, в данном случае это вопрос гадания, да, на мой взгляд. Потому что то, что на поверхности явлений выглядит так, как вы говорите, я полно согласен. Китай пока идёт экономическим путём и дай бог ему успеха. Я очень уважаю китайский народ и китайское руководство, потому что всё, что они достигли, они достигли очень много, они достигли сами. Вот. В отношении молодцы. Что касается тысячелетней мудрости, знаете, с этим я бы несколько постирился, потому что, ещё раз, ну, в общем плане, я с большим сомнением отношусь к тому, что какие-то примеры из прошлых столетий могут переноситься, но, с другой стороны, Китай никогда не был такой уж мирной страной. Да, и последний раз война в Вьетнаме прекрасное вторжение китайское показало, что, в общем-то, даже, так сказать, Китай, только-только ушедший, так сказать, из времён Мао, ещё при Данце Альпине, отнюдь не был таким, может, так сказать, образцом мира и спокойствия. Поэтому, что будет дальше, я не знаю. Пока Китай идёт по этому пути, абсолютно правильно, и вполне может быть, что он действительно осознает, что экономическое доминирование, экономическое влияние для него будет больше, чем достаточно. Я вполне допускаю. Но при этом, некоторые военные стратегии, есть вот такая хорошая книжка, хороший автор, Эдвард Людворд, такой американский царушник, но при этом очень с колоссальным кругозором, очень хорошо пишущий и по военно-стратегическим, экономическим темам. У него десятка три книг, он очень приятный собеседник. В России переведено, по-моему, несколько работ его, и в частности, причём он ещё историк, очень оружия. И недавно был приведён такой тысячестраничный труд под названием «Большая стратегия Византийской империи». У него есть и книги по римской стратегии, и по современным стратегическим вопросам. Вот, собственно говоря, он рассказывает следующее. Его сейчас нынешняя позиция в отношении Китая, она свислоится к тому, что Китай активно занимается провоцированием сегодня Запада, что не следовало бы делать, потому что Людмилов проводит параллели между Китаем сегодня и Германией в канун Первой войны. То есть, я опять, я излагаю только ее позицию, без оценок. Я отношусь к этому с нынешним скепсием, но не важно. В общем, он говорит следующее дословно, что перед Первой войной, за лет за 15 до неё, Германия, помимо того, что она усилилась экономически на континенте и стала обгонять Францию и стала фактически главной экономической державой в Европе, это бы не волновало Великобританию, если бы немцы не стали очень активно строить флот. И, в принципе, именно в конце 19 века немцы стали очень активно строить флот и пытаться проникнуть в Африку, захватив там некоторые небольшие колонии. В принципе, присутствие немцев в Африке никогда не было значительным и ни французскому, ни английскому, ни французскому доминированию угрожать не могу. Но идея создания мощной морской державы, которая, в общем, могла в какой-то мере конкурировать с Великобританией, для американцев была очень болезненна. И, по мнению Лютерка, если бы немцы не занялись вот этой экспансией как морская держава, логика геополитической борьбы начала 20 века могла привести к тому, что им бы позволили усиливаться в Европе ничего страшного не произошло. Конфликта между Великобританией и Германией бы не было. Вот, собственно говоря, он переносит эту ситуацию на США и Китай и говорит, что китайское руководство сегодня подпало под абсолютное влияние военного лобби. Не военно-индустриального, а именно чисто военного в Китае. И политбюро сегодня находится в очень серьезной зависимости от генералитета. Я не специалист в таком масштабе по Китаю, тем более политическом, но Лютерк ездит туда раз в несколько месяцев и бывает принятым очень высокими кругами. Вот он утверждает, что сегодняшняя военная стратегия Китая, постройка авианосца, которую они только что спустили на воду, дальнейшая стратегия развития ВМФ, она идет от таких очевидных ясвий в китайском руководстве, которые считают, что если мы экономически поднялись, вот теперь-то мы наконец должны показать всему миру, кто мы есть. Опять, кто победит в китайском руководстве, сложно сказать на сегодняшний день. Но тот факт, что строительство военно-морских сил идет опережающими темпами к любым родам войск, это сегодня для Китая абсолютно очевидно. И американцы, безусловно, не будут допускать китайского доминирования и даже паритета на Тихом океане. Это 100% ясно. Им достаточно Пейл-Харбора и японского паритета. Поэтому мне кажется, что здесь вопрос будет заключаться в том, насколько у китайцев хватит осторожности, а у американцев определенной какой-то политической мудрости не столкнуться. Будет, не будет, не знаю. Я говорю, что очень многое в истории, тем более в такой чистой политике, решается нерациональным путем, на мой взгляд. Поэтому то, что китайцы не повторяют ошибок, ну, пока я не вижу 100% ощущение, что так и есть. Тем более, понимаете, мы... Вот тот же самый конфликт, который привел к отсрочку 18 съездок КПК, это сложный конфликт. И, по сути, это не просто там двое не могут перетереть, чтобы решить, кто будет лидером. Речь идет о том, что в Китае вырастает новое поколение, которое гораздо более агрессивно, чем предыдущее. Я могу просто сказать, что, допустим, там в прошлой весной, когда я был в Пекине на очередной конференции, значит, мы встречались там в МИДе, ну, там было много российских экспертов и не только экспертов, и мы, значит, встречались там в МИДе с рядом китайских товарищей. Понятно, как китайцы подбирают, значит, участие к этих встреч. Были подобраны сторонники самого серьезного сближения с Россией. И все говорили только хорошее, да, понятное дело. Но на одном из этапов выступил молодой китайец, ну, как молодой, ему было лет 40, руководитель одного из МИДовских отделов. И сказал, слушайте, друзья, вот мы сидим здесь очень интимно общаемся, все мы друзья, и сейчас пойдем обедать, и вообще все очень хорошо, но вот я вам хочу сказать так откровенно, что все наши проблемы с Россией вытекают из одного очень мелкого обстоятельства. Дело в том, что вот нам нужно прекратить наконец трепаться равным сотрудничеством и просто сказать, что вы наш самый верный, самый большой сателлит, да, и друг. Вот. Значит, и вот тогда у нас не будет проблем, все будет хорошо, мы будем, друзья, до окончания веков. Тут же вскочили два старых китайца, сказали, нет, наши русские друзья не поймут нас приватно, ну, и началось, значит, все в полном мире, что типа вот Китай, эта страна, она, конечно, России больше, и по населению, вот, и по истории, вот, да, 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 вот мы просто вот больше, поэтому наш уважаемый коллега имел в виду, что не то, что вы должны от нас зависеть, а просто то, что вот мы не можем быть по экономике меньше вас, потому что нас больше, и мы должны развиваться, потому что мы беднее, тема сводилась к тому, что типа вы все равно должны понять, что мы вас больше, ну, а только один, как бы кто-то по-моему рассказал, что мы больше, и поэтому мы будем, главное, вы будете подчиненные, а второй сказал, что мы просто больше, вы просто будете рядом, да, но так или иначе, эта линия, она безусловно будет доминировать. Китай понимает, насколько он стал серьезным игроком, и, конечно, ждать от него, что он будет подчиняться сам американцам или нам, ну, не приходится, поэтому вопрос в том, хватит им ума не столкнуться, да, и обаять остальных участников политики мировой, чтобы не было конфликта, либо нет. Вот будет, не будет, не могу ответить, никто не знает.